В Москву едет одна из топовых команд испанской премьер-лиги. Локомотив пытается играть с ними так же, как играл и с Баварией. Но я думаю, у них это не получится по некоторым причинам. Во-первых, ротация довольно-таки сложная система. И в чемпионате они провели ее незначительно, чтобы быть довольно свежими. Свежим будет только Зе Луиш и будет стараться играть примерно так же, как в матче с Баварией. Я считаю, он был лучшим на поле. Атлетика далеко не Бавария. Но все же попытается забрать мяч. Хотя иногда она это не любит. Но здесь Локомотив сам отдаст. Так как не сможет по качеству исполнителей противодействовать в полную меру. Центр защиты Локомотива будет очень несыгранным. Так как будет, скорее всего, Райкович и Мурила. И я думаю, Феликс и Суарес очень сильно их потрепают. И мы увидим три гола в ворота Локомотива. Забить Локомотив, я думаю, не сможет. Вот, в принципе, и все. Переходим к нашему любимому Зениту. Да, с игрой у них по-прежнему все плохо. К тому же не будет ни Азмуна, ни Дзюбы. Малком еще не восстановился. Непонятно, что с Дреуси. Коронавирус, не коронавирус. В общем, я думаю, и его тоже не будет. В общем, у Зенита не будет атаки. Но Лацио это далеко не Борусия. Она не такая жесткая. Она тоже такая бронительная. Немного такая... Может отдать мяч. Редко так атаковать. Контр атаковать. В общем, похоже даже на Зенит в чем-то. И я думаю, что в Питере им будет очень непросто. Да, у них есть пару очень хороших игроков. Ну, может, трое. Выделяются из них Милин Крисович и Мобили, обладатель золотой бутсы. Но в остальном состав не такой жесткий, как у Борусии. И скамейка у них не такая длинная, как у Борусии. Зенит же, играя дома, я думаю, Сбрюги понял какие-то свои ошибки. И попытается действовать немного поосторожней, чем там. И я думаю, таких ошибок не допустит. На зубах, на борьбе, думаю, один забьет Зенит. Даже, возможно, первый. Лацио, конечно, тоже будет что-то иметь в атаке. И забьет тоже где-то один. И, возможно, у команд будут в последние минуты еще шансы вырвать победу и у той и у другой команды. Но этого не случится. Севилья один из самых опытных еврокубковых бойцов. Что она показывает в последнее время в Лиге Европы. Здесь же у нас Лига Чемпионов. И здесь, я думаю, она тоже себя проявит, может, не на 100%, но попытается выжить максимум. Про Краснодар могу сказать то, что это дебютант. И у них очень плохая проблема. То, что состав сейчас будет не лучшим. По некоторым причинам много травм. Непонятно, что с Кобелёй. Так что еще и выезд. И здесь, я думаю, что будет все не очень хорошо для Краснодара. Севилья, так как играет дома, заберет и мяч, будет вести игру. Краснодару придется как-то контратаковать. И чудом, если у них и получится пару контратак, забьют они один мяч максимум. Севилья же в позиционных атаках. Где-то может подловить на ошибках. Где-то может Каю обрезать. Свои 2 или 3, думаю, забьет и победит. Но поставлю все-таки на 3. Так как у Севильи очень хорошая скамейка. Очень. Там очень много качественных исполнителей сидят. Что нельзя сказать про Краснодар. Там человека 3-4. И из них по качеству ни одного игрока нет. Такого, как у Севильи. Так что, я думаю, будет все довольно-таки печально. И поставлю на счет 3-1. Фейнорд хорошая команда. И еще играет дома. Но все же я считаю ЦСКА на полголовы выше. В принципе, качество состава во всех позициях немножко лучше. И игра в атаке армейцев радует в последнее время. Хоть и есть проблемы с реализацией. Фейнорд же чуть не проиграл в чемпионате. Сыграл 2-3. Я думаю, подустал. И здесь придется играть с еще более сильным соперником. С натиском как-то справляться армейцев. И я думаю, у них это будет получаться, но только местами. На правах хозяев должны забить один. Даже, может, забьют и первыми. Но ЦСКА, думаю, поняла все свои ошибки. И будет действовать более хладнокровно, чем в предыдущих матчах. 2 очка это, конечно, хорошо. Но можно набирать было и 6. И я думаю, надо все-таки победить. Надо всем доказать, что команда умеет настраиваться не только на чемпионат. И я все же хочу поставить на победу 1-2 в пользу армейцев. Но у Фейнорда, возможно, будут шансы и свести к ничейному. У Атлетика Мадрид половат очков. Тем более, они не оставляют надежды на первое место в группе. Им очень нужно набрать 3 очка в этом матче. У Локомотива травмировался Чорлука. И думаю, к этому матчу он не успеет восстановиться. У Атлетика же, напротив, в отличном форме жал Феликс. Хочу сказать, что думаю, у Локомотива будет меньше моментов, чем матч с Баварией. И поскольку Атлетика будет играть более осторожно. Атлетика победит в каждом из таймов и выиграет 2-0. В целом, по борьбе за инициативу, думаю, будет равная игра матча Зенита с Лацо. Но Зенит редко играл с такими игроками, как Чиро и Мобили, которые могут забить любой полумомент. И будет к этому не готовым. Тем более, например, Ракитский слаб на втором этаже. И Караваева можно обвести, например. Думаю, что у Зенита, поскольку отсутствует и Азмун, и Малкрем, и Дреуси, то я даже с трудом представляю, как Зидит сможет забить, если только не со второго этажа. Да, моменты, я думаю, со второго этажа у Зенита будут. Там и у Рохина, может быть, еще у кого-то. Но, думаю, этого не хватит. А вот, например, и Мобили, или какой-нибудь еще другой игрок Лацо, например, Милинкович Савич, забьет один гол. Севильев фаворит группы. У Краснодара ужасные проблемы с составом. Да, в оборону вернется Мартынович, возможно. Но Чернов играет слабо в обороне. У Краснодара, если даже вернется Вильена, он будет реформен. Отсутствие в последнее время игровой практики. В этом матче, как и в предыдущих двух матчах Краснодара, будут, возможно, такие моменты, где будет казаться, что Краснодар, если повезет, все-таки может сыграть ничью. Но пропустит в первом тайме Краснодар и будет играть в более открытый футбол, как всегда. Ну, а что же делать? И Севилья накидает Краснодару во втором тайме два. Там, в середине и в конце тайма. ЦСКА в последнее время показывает отличный футбол. Думаю, к Чалову и Иншуке должна прийти реализация. И ЦСКА хотел поиграть с такой командой, которая захочет владеть мечом. Конечно, Феонор, думаю, забьет. Но у ЦСКА шансов забить два и победить, я думаю, больше, чем у Феонорта. Процент владения мечом, думаю, будет примерно равным. Или даже немножко больше у Феонорта. Влашич на свободном пространстве и Иншуке, да и в позиционке забьют свои два мяча. ЦСКА очень нужно набрать три очка. И даже в матче, как бы, с вторым по силе, по раскладам в этой группе, ЦСКА должен уже побеждать. Субтитры создавал DimaTorzok